всем привет мы в тирании и теперь скорее какой-то революционной ситуации находимся гонец ранений нет может мы в открытую выступили на стороне повстанцев капюшон скаловерцев которых мы тут ищем и которых видимо вот эти господа уже попилили в антре минус восстановления в общем он берет перчатки ученого отражения меткость урон без оружия а с ним будет все видимо надо драться чок с ней мы вряд ли договоримся кровавый мох а можно уйти в тихаря что-то нашли еще и тить колотить яд изнурения применять на себя при критическом попадании оружия в течение 300 секунд ослабление цели но с этим и придется драться тут без вариантов почетные стражи стражи ну ладно оба на не ожидали начало боя все таки так саня титана на барика так момент нифига их отгрузили как ну-ка лечи так 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 Так, сам тоже бутылёк выпей. Это вот заморозь. Там... Куда-то побежал уморозить. Барик собирался отъехать. Что происходит? Так. Давай уже лечи. Поехали. 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 Погони. Поехали. 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 Поэтому я похаливаю. Поехали. Так он думает лечить. Не понял, что за крики. Это не наши. Я думал, это фуга кричит. Вот хорошо, начали замораживать, она хоть несколько секунд стоит без движения. Учитывая, что мы на их стороне деремся как-то... А, Вохов. Эй, ты, ты не из крятого преступников. Да уж это да, мы нет. Это, видимо, эти скаловержцы. Ну, видимо, до них еще не дошла информация. Эль Спарф, ты тут главный? Да. Вершитель судеб, какая удача. Скаловержец в знак приветствия ударяет кулаком по груди. Нет, мы не склят вам преступниками, само собой. Он улыбается правой стороной рта, зирая последствия учиненной вами резни. Не знаю, преднамеренно ли ты нас спасал или нет, но мы теперь перед тобой в долгу. Благосклонность увеличивается среднеопальная. Отдать честь в ответ. Рад знакомству. Благосклонность увеличивается малоопальная. Эль Спарф перепачканный грязью, губы остягиваются в улыбке. Да укажут тебе камни верный путь. И пусть земля будет тверда под твоими стопами. Мне нужно поговорить с командиром Железнором. Дрожащими пальцами скаловержец откидывает с плотного лба капюшон. Он один раз оборачивается на усталых, потрепанных магов у себя за спиной, потом переводит взгляд на вас. Боюсь, тебе придется иметь дело только со мной, поскольку я глава этого круга. Скаловержец Эль Спарк твоим услугам. А где остальные? Твой отряд перебили или вас разделили? Что произошло? Гризандру, когда преступники убили еще до того, как мы возвели баррикаду, но вообще-то мастер Радикс отправил сюда только нас. И вот мы пришли и, несмотря на усталость, готовы сражаться. Так. То есть как это отправили только вас? Ведь Эйш всей своей гильдии велел вернуться из Лазури. Со всем почтением, вершитель, я сомневаюсь, что ты поймешь, но мы никак не можем бросить Кайрина в каменном море. Ноздрь Эль Спара раздувается от держанного гнева. Мы лишь недавно отыскали его и сейчас возводим форт для сохранения его останков. Так что лишних магов у нас нет. Особенно теперь, когда зверолюды, окружавшие Кайрина в его последние дни, стали вести себя так агрессивно. Так, кто такой Кайрин? Высокий, как сами скалы, Кайрин – Архонт Камня, хозяин Земли, разрушитель гор и городов. Кайрин вынужден быть главой гильдии скаловерцев, хотя для последних он является скорее объектом их исследований, нежели учителем. Огромный Архонт присягнул Грэвину Эшу и предоставляет опальной магическую поддержку в ходе военных действий. Интерес, какой его интерес интересный в этом всем. И чем же так важен Кайрин? Кайрин умирает, но еще не все потеряно. У нас есть шанс овладеть мощью Архонта в Каменном море, и я бы сказал, что открывающиеся возможности почти безграничны. Он преподносит перед пачканным кулак, губам откашливается. Хотя ничего нельзя сказать наверняка, пока мы сами не завершим исследование. Другими словами, Рейхс отказался выполнять приказ Эша. Я... у меня не столь высокое звание, чтобы давать такие оценки. Скаловерец слегка запинается. Но я бы сказал, что интерпретировал он приказ на свой манер. Настолько, насколько это возможно. Но не отказался его выполнять. В конце концов, он же Железный Страж. Его решения, даже самые непростые, наверняка облегчат завоевание Ярусов. Но только не в том случае, если ваш генерал погибнет со всей своей армией. Подавившись из пальца... Закашливается и состоявший позади скаловерцы подходит ближе, перешептываясь между собой. Одна из них, женщина с клокоченными рыжими волосами, хлопает его по спине с такой силой, что удар отдаются сквозь вас и до самых дальних гор. Что? Как? Владыка издал эдикт казни. Если мы не захватим колодец ко дню Кайроса, локтя мечей, здесь погибнут все до единого, включая Эша. Мастер Радикс понятия не имел об этом, можешь мне поверить. Эльспар взволнованно оглядывается на других магнитов, до которых, очевидно, только сейчас начинает доходить значение слов «все до единого», когда речь идет о действии эдикта. Если бы мы знали, вся гильдия явилась бы в полном составе. Как бы то ни было, у нас ни никого, кроме вас, отправляйтесь к Цевиусу в лагерь опальных, он скажет, что вам делать дальше. А может быть, вы бы вовсе не пришли? Но теперь вы здесь, от эдикта вам не укрыться, так что уступайте к Цевиусу. Нет, давайте по-хорошему. Это вообще... Линейные маги, скажем так. На них-то чё срываться. Как бы то ни было, кроме вас, у нас никого нет. Отправляйтесь к Цевиусу в лагерь опальных, он скажет, что вам делать дальше. Эльспар весь дрожа. Кивает и отдает честь, после чего собирает своих людей. Все вместе, то ли перешептываясь, то ли негромко что-то напевая, боевые маги направляются в долину. Вернуться к Цевиусу в лагерь опальных. Вернемся. Скаловерцы легко сдвинули этот валун. Магия такой силы может оказаться крайне важна для успешного штурма колодца. Вендриенов. А они ничего тут не спрятали. В этом режиме обнаружение тайников лучше. Но, видимо, ничего тут больше не произойдет. Все обыскали, везде побывали. Оружие все в руки. Просували, да? Будем считать, что да. Лантри вырос над собой. Вороняем защиту. Значительно повышает уровень здоровья, восстанавливаемое вторым. Ага, понятно. Стирание записи. Накладывает на союзника печать сохранения. Если запас здоровья союзника снизится до определенного значения, печать восстановит большую часть здоровья и самоуничтожится. Перезарядка 30 секунд. Ну, кстати, это круто. Книга чей. Дополнительные ячейки под заклинание. Оставим пока. Не будем ничего делать. Сохранимся. Все, здесь точно ничего больше не... Происходит крапивная гибри. Так. В укромную рощу теперь пилить, получается. И потом только в лагере пальных. Сутки. У нас есть эти сутки? Ну, у нас выбора нет. Кстати, вот эти случайные события напоминают Battle Brothers игру. Там тоже случайных событий по дороге достаточно много было. Нам надо вспомнить, что мы тут делаем. Мы тут на переговоры с Айри, да? Присыл вам сообщение. Приглашает встретиться, обсудить возможный союз. Пойдем. Поговорить мы. Вершитель судеб! Следуйте за мной. Под колесиком что у вас? Щит солдата солнца. Лань. Хотел сказать, олень. Под деревом все еще тлеют угли. Вы истинный алый хор приложил все усилия, чтобы сделать эту землю бесплодной. У меня сложилось впечатление, что этим как раз занимаются опальные. Парирование выносливость меньше уклонения. Парирование выносливость меньше уклонения. Прорывных каких-то плюсов нет. Ну, пошли разговор разговаривать. Похоже, в этом фургоне укрывались от стрел, судя по ведущим кровавым следам, особым успехом эта попытка не увенчалась. А ну пойдем посмотрим, что тут. Кстати, локация один в один. Даже телега тут же валяется. Соболь и корень. Вы не обращали. Пелокс Флориан, Матани Симбил, Атли, Тарки Сари. Все, кого мы с кем уже толкнули, все здесь. Давай поговорим, вершитель. Ну, давай поговорим, коли не шутишь. Перед вами стоит капитан Таркис Ари. Фактическая глава, увядающая гвардии вендриенов. Женщина невысокого роста, загорелая, постоянно возбудораженная. Ее тело напоминает скульптуру из мускулов и костей, а лицо не достает симметрии из-за рубцов от дюжины прикосновений смерти. Барик. Не понимаю, зачем было с ней встречаться. Вершитель судеб. Этих клеток преступников убивать надо без разговоров и трупы на поле боя складывать. Фуга. Сурово, но мне это нравится. Разрешаю в любой момент прервать переговоры и принять план Барика. Успокойся, мы не станем ссориться. Страх увеличивается. Средний Барик. Страх увеличивается. Средний Фуга. Можно едва заметно кивнуть, а тогда верность увеличивается. И одна, и вторая. Верность нам надо. Но вдруг они это действительно воспримут как команду, и нам придется тут махаться. А страх? Ладно, успокоились оба. Я капитан Тарки Сарис в гвардии Вендриенов. Вершитель. Пусть работаешь на врага, но в твоих действиях есть честь, милосердие и даже только уважение к ярусам. После длительных обсуждений мы решили рискнуть и встретиться с тобой лично. Фуга. Если это такая хитрость, я в восторге. Но мне нравится это куда меньше, если бы мы и вправду собирались предать две армии, которые нас не только поддерживают, но и главное, хорошо платят. Таркис. В соответствии с древними обычаями севера и юга я предлагаю и требую отложить оружие на время. Атаковать. Спасибо, что собрались для меня в одном месте. Это, кстати, с точки зрения если бы мы хотели выслужиться, был бы идеальный вариант. Я думаю, мы бы тут победили. Я не хочу в этом участвовать, то есть попытаться соскочить. Теперь, когда вы все здесь, советую сдаться и облегчить себе жизнь. Оставь формальности. Но соблюдем формальную сторону и как вершитель Тунона и посланник Кайроса я тебя выслушаю. Спасибо. Как правящий капитан гвардии Виндриенов, первая среди равных, я считаю за честь возможность поговорить с тобой. Нашему сопротивлению скоро придет конец. Если бы мы делали ставки, я выдала нам не больше двух недель. Каким-то чудом мы продержались два локтя. Хотя сомневаюсь, что летописцы Кайроса упомянут эти подробности. Уверена, что мы удостоимся разве что сноски. Но мы не допускали, что успешно создадим собственное свободное государство на захваченных Кайросом землях. Мы храбрые, но не глупые. Мы знали, что нам будет суждено погибнуть, но нашим поступкам мы подадим пример, который распространится со скоростью лесного пожара. Капитан прочищает горло, начиная все сильнее краснеть. Но теперь у нас появился шанс. Шанс отправить наше сообщение о сопротивлении по ярусам. Ты, недостающая нить в нашем гобелине. И чем я могу помочь? Думаю, мы оба знаем, к чему это идет, поэтому давай выкладывай. Первый ли я служитель Кайроса, которому ты навязываешь свою речь про избранного? И чем я могу помочь? Мы знаем об эдикте Кайроса и знаем, что это смертный приговор, который нависит над всеми, кто сейчас закрыт в долине колодца Вендриенов. Барик, откуда бы им об этом узнать, если никто ничего не говорил? Во всем виноват голоса Нерата. И мы ни секундой дольше не обязаны терпеть такое предательство. Фуга, я гляжу, ты стал параноиком с нашей последней встречи. Может, шлем слишком давит на мозги? Таркес, а еще мы узнали две важных особенности. Мы знаем, что зал Вознесения должен взять служитель Кайроса. И мы знаем, что все в долине погибнут, если этого не произойдет. Она качает головой и бледнеет. Мы не зря боялись Владыку. Если армии Кайроса убьют нас, то мы умрем. Если мы убьем армии Кайроса, то умрем. Вот перед такой прелестной дилеммой нас поставили. Так, у тебя была возможность сдаться, ты не воспользовалась, теперь перед тобой стоит выбор умереть от Эдикта или умереть в бою. Ты меня не приглашал, если бы у тебя не было плана просто промолчать. Насколько мне известно, архонты будут ругаться из-за военных планов и погубят всех из-за своей некомпетентности. А можно использовать хитроумие. Значит, ты хочешь, чтобы я был вашим служителем Кайроса, который займет Знал Вознесения. Или знание, у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над Эдиктом. Мы все будем спасены, если какой-нибудь посланец Кайроса захватит Зал Вознесения и этим посланцем могу быть я. Нам важнее хитроумие. Хотя знания тоже важны, мы же для заклинаний их используем. Причем хитроумие-то у нас хорошо прокачано, там 40 с чем-то, а знания меньше. Давайте знания качнем для разнообразия. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить над Эдиктом. Мы все будем спасены, если какой-нибудь посланец Кайроса захватит Зал Вознесения. Этим посланцем могу быть я. Ну, щеки, Ари заглевает румянец, и она кашляет в кулак, повернув голову в сторону. Хм, вообще-то такой план у нас и был. Атли, я же говорил тебе, что он поумнее обычного солдата. План у нас такой. Капитан дет в глубокий вдох и расправляет плечи. Мы хотим, чтобы ты взял Зал Вознесения. Мы будем служ... Она кашляет, заткнувшись на слове. Будем служить тебе, как солдаты. А потом, под твоим командованием, мы провозгласим Зал Вознесения твоим. А кто тут у вас царик крайний? Никого? Тогда я первым буду. Вот такая у нас глупая идея, говорит Атли. Что скажешь, вершитель? Ты провозгласил этот эдикт, поэтому должен лучше понимать логику владыки. Это сработает? Можно атаковать, можно завершить разговор. Я оставлю тебя наедине с твоей глупостью. Я просто провозглашаю эдикт, владыка не делится со мной такими подробностями и секретами. Можно два блефа. Могу вам точно сказать, что это не сработает или это сработает. Неважно, что я думаю, вопрос в другом, почему я должен помогать. И магия Кайроса непознаваема. Этот план все же лучше, чем ничего. неизбежно, почему я должен помогать. Они уже нам объяснили. Они провозгласят нас правителем своего. То есть, башня объявится нашей, а вокруг башни организуется все их сопротивление. То есть, мы, получается, как бы главой этого новообразования будем. Поэтому мы отвечаем, что магия Кайроса непознаваема, но этот план все же лучше, чем ничего. Учитывая неизбежность нашей гибели, я согласна на любой риск. Тарки Сарий спускает длинный вздох и поворачивается посмотреть на своих товарищей. Хоть это и снимает проблему Эдикта, но оставит нас с проблемой Архонтов. Отдалеть опальных или алых ор будет непросто и поодиночке, но против их объединенных сил нам не выстоять. Архонты не очень хорошо работают вместе, этим можно воспользоваться в наших интересах, уже в наших мужа такие себя в императоры записали. Можно молча смотреть, а можно сказать, что ты боишься того, что вряд ли случится, у опальных и алого хора больше разногласий. Мы знаем Архонтов только из истории, как фигуры по ту сторону боя. Что скажешь ты, вершитель? Можно ли воспользоваться этим расколом между Архонтами? Сможешь ли ты насмешками или хитростью сделать так, чтобы они напали друг на друга? Зачем тратить время зря? Пойдем прямо в зал вознесения и скорее закончим Эгипт. Это глупо, потому что мы не решим проблему совместных действий опальных и алого хора. Пусть Архонты возмущаются вмешательством суда, но они хотят сохранить расположение Тунона. Я смогу воспользоваться этим в свою пользу. Я почувствовал, что эти двое состязаются друг с другом, никто не хочет делиться славой за уничтожение гвардии гвардии вендриенов. Почти не отдать. А мы наоборот защищаем их. Пусть Архонты возмущаются вмешательством суда, но они хотят сохранить расположение Тунона. Я смогу воспользоваться этим в свою пользу. Тогда наверное следующий вопрос самый важный. Тарки Сари делает глубокий вдох и выпрямляет спину. Вершитель, ты проявил к нам милосердие, подобно которому мы не знали с тех пор, как силы Кареса прошли ворот осуждения. Неправильно говорить присоединись к нам, а вот наоборот. Вершитель, ты согласен сделать нас своими подданными, своими преданными помощниками, офицерами, как называются служители Вершителя. А это уже прямое предложение. Ты предлагаешь измену уже то, что я тебя выслушал, подвергает меня опасности. Ты просишь меня рискнуть своей жизнью, свободой и положением. Это не будет партнерством, ты будешь мне служить. Благосклонность увеличивается мало, гнев увеличивается мало. Гвардия Вендриенов Прежде служители Вершителя называли Йоминами. Теперь чаще просто говорят поверенный или помощник. В любом случае я приму твою присягу на верность. Благосклонность увеличивается средняя. И четвертый вариант. Если вы присягнете мне на верность, я приму вас, но попробуйте только меня предать, мой гнев сотрет ваши имена со страниц истории. Разгневать их этим предложением. Или просто ой, мне нужно подумать. А можно все еще соскочить, не хочу в этом участвовать, я сейчас ухожу. Но я думаю не скажут извини, но уйти ты отсюда не можешь. Поэтому, как бы ни назывались служители вершителя, я принимаю вашу присягу на верность. Благосклонность увеличивается, гвардия вендриенов. Таркес, я требую от своих воинов полной преданности, поэтому будет уместно, если я предложу тебе тоже. она решительно кивает. Если случится худшее, думай нам будет радостней, что мы присягнули тебе, а не голосам не рата. Я, Таркесаре, даю тебе присягу на верность, моя жизнь теперь принадлежит тебе. Капитан опускается на колено и цеременально кланяется. Другие воины следуют ее пример и по очереди представляют и произносят клятву верности. И я отли школы приливов присягаю тебе на верность. Она кротко кланяется, не сводя с вас глаз все это время. Тогда все завершено. Наши судьбы переплетены. Может быть у нас все-таки получится избежать Эдикта Кайроса. Мне нужно вернуться к Архонтам и попробовать что-нибудь сделать. Отлично. Возвращайся в лагерь и посмотри чем можешь им навредить. А потом поговорим с тобой в цитадели. Ее сложно не заметить. Она показывает на вертикальную черту на горизонте. Горный шпиль в центре долины. Просто иди к этому огромному ориентиру. До встречи. Капитан кивает вам слегка кланяясь. Лантре. Закончив писать наконец отложив перо. Благодаря тебе теперь мне известна их версия событий. В хорошей хронике таких точек зрения должно быть как можно больше. Обычно ведь она одна. Верность увеличивается средней Лантре. Чуть-чуть не дотянули до трешки. Гвардин Дриенов? Фуга. Я этого не понимаю наотрез. Они поклялись тебе в верности и при этом до сих пор не сражаются на стороне Лавахора. Наверное я чего-то не понимаю в компромиссах. Верность увеличивается фуга. Ее бедную из жара в холод бросает от последних событий. Барик. Не советую слишком доверять этим южанам. Они обернутся против нас такой же легкостью как и в прошлый раз когда преклоняли колени. Верность уменьшается Барика и страх увеличивается тоже у Барика. 0-0. То есть Барик абсолютно стал прохладен к нам. Посеет раздор между Грэвеном Эшем и голосами Неррата. Рада, что ты смог добраться. Сатли не можем поговорить. Когда твоя работа будет закончена встретимся в цитадели. Белакс рад снова тебя видеть. Вершитель я твой должник и лучник. Всем пока. проверим еще пока будем думать. Ага, есть. Местность на добряки. Еще один щит. Стоят они недорого, но нам сейчас все деньги понадобятся. О, еще. И лагерь еще побитый. сломанная маска череп. Железная маска череп, отлетевшая от шлема опального. Практически целая. Ее можно продать торговцу на составляющие. Продутся. Еще не провал мох. Теперь точно все. Это мы здесь. Здесь нам делать нечего в лагере хора. Кстати, есть мысль. Знания можно использовать для того, чтобы впечатлять других персонажей эрудицией и проницательностью, что мы только что и сделали. нас пустят. туда. Потому что они уже в курсе. У меня вот эти два персонажа хавчик. Не было такого. И два зуба не было. я подумал может быть это те же в лагере опальных Маркус и Люсия тренера. Может быть это тренера? Потому что мы у них не купить ничего не могли. Ничего. Но их двое поговорить с ними можно. вас уплевывать на ладонь комок плохо прожеванного хлеба. Фиговые нам достались пайки. Попробуй сам. Не могу понять заплесневели они или кто-то их специально отравил. Я слышал дозорные заштукали разведчика опальных рядом с амбарами. Ты хочешь сказать со мной все в порядке? Может когда-нибудь какая-нибудь трава? Чтобы я медленнее шевелилась в бою? Только трусы будут засывать в тыл диверсантов. Может он просто испортился? Увидев вас Рик засовывает свой пайок в карман так от него не отпустив вершитель. Ты боишься шпиля? Расскажи мне о себе Рик была семья была ферма потом пришел хор и теперь у меня хор вместо семьи. Когда в ночи раздаются крики к твоему горлу приставили нож многое меняется фермы семьи все это начинает казаться неважным раньше мне не давали спать кошмары я снова и снова проходил отбор когда алых хор начинают рекрутирование в деревне они устраивают церемонию известную как отбор всем здоровым мужчинам женщинам и даже детям дают оружие вынуждает насмерть сражаться со своими друзьями и близкими выживших считают достаточно сильными и свободными от былых привязанностей погадно мне было все это время вспоминать как я кромсал своих собственных маму с папой чтобы спастись в глазах ряга вспыхивает печаль но ее почти сразу сменяет лихорадочный блеск однажды пятый глаз услышал как я кричу видимо ночью забрал меня к себе заинтересовался теперь я учусь волшебству умею творить огонь из ничего видели бы меня папа с мамой как бы они гордились научи меня чему тебе научил пятый глаз пусть делина окутает пламя вот хитроуме знания волшебный посох нам нужны знания и хитроуме тоже волшебный посох мы не используем а вот знания надо лантрид тоже может лантрид тоже знания нужно даже больше чем нам так бас бас и рек о чем-то легкорадочно перешептываются тоже все странно чувствуешь ну да рек нервно потеряет плечо сразу после того как вершитель провозгласил идти к каресу у меня под кожей словно что-то все время ползает о вершитель мы тебя не заметили бас а ты как сюда попал а это она я была наемница храняла добро толстопузых купчишек была никем просто еще одним лицом в толпе всю свою жизнь проливала кровь за грош пока не поняла что попросту убиваю время карес показал мне что можно жить по-другому у меня появилась цель я поняла что такое единство теперь сражаюсь за идею а не по чьему либо приказу я глядела на алых фури сама упражнялась с клинком пока я недостаточно хороша чтобы они приняли но тебе кое-что показать могу покажи а то нам деньги девать некуда а лететь колотить луки парное оружие безоружный бой ясно ну понятно о хитроумие теперь вернем теперь наверное сможем 47 у нас 40 с чем-то я не знаю хватит или нет открыть легко это говорит не было сложно он какой-то специальный колпак точности отражение восстановления точности 10 золотых стоит заточка это которая болтала на этом за дверями мы разняли заточку и отвали не собирались драться два зуба ты кто тебе еще что надо у меня кольца на следующий кон поставлены а они чем-то занимаются ночной вой покоит оба а ты кто когти углудки ночной вой сирин 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 в начале когда была битва она пела это певча алого хора и хавчик бледный широко распахнутыми глазами новобранец алого хора старается дышать медленно и глубоко нервно переступаясь ноги на ногу стоит он встретиться с ним взглядом он в панике отводит глаза склоняет голову и отворачивается эй ты тебя как звать парень это вы же не мне да капитан он поворачивается к вам но старается не встречаться с вами взглядом на щеках проступает румянец все тело напрягается он выпячивает грудь несмотря на запинки и заикания хребет меня мама так назвала говорит знала что я буду родом ростом с гору а тут меня все зовут хавчик по виду ты тут явно не на своем месте мне тут честно не место глаза его широко распахиваются голос поднимается почти до визга хор сам не знаю о чем я думал я не такой как они он оглядывается на лагерь помру и тут то есть надеюсь что помру и поскорее а я ведь я он замолкает обмикая всем телом слишком поздно для сожалений скоро уйти нельзя ты принес присягу архонту тайн только смерть может тебя освободить от клятвы а можно просто уйти трус научись жить как следует или сдавайся что значит это была ошибка за тебя присягнул кто-то другой нет но они меня заставили дать клятву силой он приставляет горло ладонь изображая клинок папу зарезали прямо на глазах меня потом сказали что я следующий если не вступлю в хор я даже в деревне никогда на страже не стоял и не знал что все будет так на страже на страже никогда не стоял а сколько тебе лет сколько мне лет он неудобно смотрит на вас хм папа говорил я родился в 418 году выходит мне он сгибает пальцы делая вид что считает явно только для вида и бормочет что-то невнятное если в 418 то значит ты слишком молод чтобы вступать в хор позвони своего десятника я уложу этот вопрос в глазах мальчишки вспыхивает надежда он косится на двух мускулистых неопрятных громил играющих в кости два зуба срывающимся голосом он откликает своего десятника что там еще суровый жилистый десятник бросает на вас острый взгляд ты какого хрена моего хориста донимаешь вершитель голос звучит задиристо нетерпеливо одновременно пренебрежительно может тебе оно незаметно но у меня тут игра а парню пора идти сапоги чистить хавчик съеживает но деваться ему некуда он умоляюще смотрит на вас и молчит этот парень не достиг возраста чтобы воевать десятник хватает паренька за плечо подтягивает ближе к себе не обращая внимания на сдавленный возглас боли парень достаточно крепкий чтобы мечом махать значит достаточно взрослый чтобы драться ты должен знать что по закону самого нерата об уважении защиты юношества этот мальчик сражаться не должен лагерные правила я все знаю два зуба хмыкает только возраст начинается с 15 а теперь погляди на этого пацана и скажи что он моложе то что он трусливый щенок еще не делает его младенцем знание 36 по южному обычаю все мужчины которые не ходят в море с 15 лет должны бороться за оружие защитить свою деревню этот парень в карауле ни разу не было значит возраста не достиг это убедительно этот новобранец родился в 418 году ты можешь сочетать сколько ему лет конечно же он не может атлетика 36 если я узнаю что парень несовершеннолетний я с тебя шкуру спущу или может лучше сам его отпустишь прямо сейчас а можно в наглую сказать что я готов поверить что ему уже есть 15 что мне с этого попробуем и атлетику и знание если я узнаю что парень несовершеннолетний я с тебя шкуру спущу вот невезение два зуба щерится глядя на парня как будто тот во всем виноват еще одну партию продул подчистую ладно вали тогда в палатки для рабов не хочет хавчик драться значит и не будет пока что знание ты часом ничего не забыл обычаи хоровели оценить и защищать детей и раз уж он в твоей ватаге ты обязан защищать его и растить как положено до совершеннолетия это что еще до зуба щерится на хавчика но тот ободренный вашей поддержкой не сжимается и смотрит на него в упор хавчик по-моему капитан то есть вершитель судеб хочет сказать что ты больше не можешь меня бить он улыбается вам в широко раскрытых зеленых глазах вспыхивает огонек верно зод теперь я могу бить тебя и ты не дашь мне сдачи я могу требовать как все еды когда голодный а еще мне сапоги нужны нормальные без дырок нормально усвоил урок бей его сколько угодно парень только осторожно в хоре как только ты кого-то убиваешь наступает совершеннолетие кстати как лучше вот это или береги себя парень удачи тебе будет возможность заглянуть тебя проведать предупредить его надо он здоровый может и прибить ну бей его сколько угодно тоже как бы я не знаю правильно ли это в общем удачи тебе хапчик будет возможность загляну проведать два зуба сжимает челюсть и выглядит настолько разозленным точно еще немного и свернет хапчику тощую шею вместо этого лишь проводит двумя пальцами под подбородком порушив мне опрятной щетиной и нервно кусится на шатер архонта я знаю голоса беречь детей он непрерывно сглатывает желчь пополам с бродяжей жвачкой я буду присматривать за парнем клянусь все с ним будет в порядке а то мне яйца отрежу он коротко кивает вам и возвращается к кревкости вот они вроде бы животные алый хор но что у них не отнять это дисциплина помимо всего прочего так а ты кто ночной вой это эти я забыл как они называются животные огромное существо смотрит на вас ленивым взглядом не похоже чтобы вы произвели на него впечатление а можно у него как-то здоровье там узнать ночной вой ранений нет 92 наверное сила 29 знания 5 броня 69 атака 39 ворот а второй а второй разговаривает молодой зверолюд стоит в тени огромный зверолюд который взвышается над вами даже сидя на корточках изо рта зверолюда который яростно рычит на нее все стороны летит слюна ночному вою пообещали достойных сильных жертв за вступление но зверолюдка позволяет ночному вою охотиться только на самых слабых людей оставляет лучшую добычу себе он бьет кулаками по земле из-за чего по ней пробегают небольшие трещины ночной вой был вторым по силе самцом камнепыток пока не присоединился калым людям но даже спаривался со стокровкой прямой племени мне обещали собственную стаю за то что я покину своих соплеменников когти у глотки присевшая зверолюдка испускает оглушающий гоготь сверкая широкими острыми зверолюд достойный испаривания она прицелительно фыркает нет когти у глотки видит перед зверолюдкой только ноющего первогодку видит лишь неженку только слабого щенка который может одолеть раненую умирающую жертву а не лучших бойцов на поле сражения ночной вой оголяет зубы бросается на зверолюдку но она быстро встает топорща шерсть на загривке и мозолистая ладонь которая лицо зверолюда влезается в землю с похожим на щелчок холста треском камня слышится скулеж побежденного когти у глотки смотрят на вас сверху вниз таким презрением и равнодушием какое может быть проявляется к бегущим по лагерю диким собакам человек она нюхает воздух в вашем направлении хмурится морщит нос испытывает вращение от вашего неприятного запаха люди обрывис собросает она все время мешает зверолюдке никакого чувства опасности не узнают кордущихся голодных хищников хуже хныкающих зверолюдов она впечатывает лицо зверолюда еще глубже в грязь а потом поднимает свои когтистые узловатые пальцы он быстро выскакивает на ноги и хватается руками за голову говори быстро и может быть зверолюдка тебя выслушает атлетика 23 готов поспорить я бы тебя одолел верность увеличивается мало фуга оголить зубы в диком угрожайся маскале не переживай я знаю как правильно проявить уважение к зверю принимаю подношение из крови и костей это мы кого-то из своего отряда дадим что ли давайте атлетикой попробуем сыграть нам конечно сейчас по моему отвесят но а может быть рассмешим ой ну и страшно ой атлетика 23 готов поспорить я бы тебя одолел зверолюдка фыркать недоверчиво скрыв лицо потом заходится резким глубоким смехом похожим на вой когтям у глотки нравится человек который самец посмел бросить вызов зверолюдке думала что самец с тупыми когтями будет таким же хилым как ночной вой который скулит у ног она жадно облизывает свои когти оценивая ваши скрытые боевые навыки и силу если в зверолюдке не нужно было обучать такого щенка сосунка трусы как ночной вой когти зверолюдки с радостью когти у глотки с радостью сразились бы с человеком мне не нравится фраза примемое подношение с кровью и костей я не знаю чего мы кого мы ей отдадим так что обойдемся ты из какого племени зверь когти у глотки надувает грязную волосатую грудь и рычит когти у глотки родилась племени без имени и без земель ярусники которые украли земли землелазури у предков племени прозвали меня летней мордой потом когти у глотки стала великим камнепытом убила своих хозяев и сражалась за свободу племени которая стала сильным несокрушимым как камень из земляного колдуна по имени Архонт Кайрен она фыркает при воспоминании о нем но теперь спит и видит сны медленно погружается в смерть в каменных землях стокровка защищает вольное племя когти у глотки стала алой охотницей и дальше сражается и убивает ярусников а как-то в общевалом хоре оказалось человеческая стая под названием алый хор беспощадная хитрая свирепая как племена зверолюдки она рычит но довольна почти мурлыкающим голосом наклонив голову в направлении походного шатра голосов нерата люди из хора грязные воняют гнилым мясом легко начинают визжать и рвать друг другу глотки но уважают самого сильного в стае лучшие хищники как архонт по имени нерат свирепый безжалостный альфа колдун который может поглощать добычу вместе с кровью и костями наполняет зверолюдку желанием спариваться драться убивать она вздыхает с вожделением наполняет желанием хотеть до свидания я же говорю рассмешим сделали страшной девушке приятная сирин между двух солдат стоит девушка богато украшенный головной убор увенчивающий ее лоб делает ее маленькую фигурку несколько пугающей все в ней от экипировки до одежды резко конструктирует контрастирует с убогостью лагеря она выглядит одновременно непринужденно и неуместно спокойная в своей стихии и совершенно неуверенной в себе она поворачивается к вам смотрите-ка папочка вернулся я перешла границы ты пришел меня наказать я плохая девочка или ты просто хочешь попользоваться моей силой она притворяется серьезно но в ее голосе вы слышите шелест ветра в листве это одновременно успокаивает и нервирует девушка улыбается помнишь меня вершитель а теперь меня не разочаруй мы работали вместе в Веленовой цитадели ты использовал мой голос чтобы починить тех непослушных книгачей в которые пытались сбежать это во время завоевания первой серии нежный ветерок ее слов набирает силу она делает маленький шаг вперед и стоящие рядом солдаты встают перед ней загораживая проход оружием она смотрит на них закатывает глаза при этом звук приближающейся бури затихает похоже что я причинить могу ему боль она возвращает вам взгляд и наклоняется вперед словно желая раскрыть тайну верность увеличивается сирин честно ну и стражи нынче пошли да совсем не такие как стражи из запальных которых ты мне передал жаль что они умерли такой смертью интересно увеличивается верность а характеристик благосклонности гнев во время кампании по захвату веленовой цитадели сирина использовала свою силу чтобы зачаровать книгачеев оказавшихся за пределами крепости когда же маги начали выкладывать солдатам кайроса запретные знания вы наказали опальных повинных в убийстве книгачеев и велели нескольким бойцам легиона служить архонту песни личными телохранителями было такое ну жить работая на кайроса опасно по крайней мере для большинства людей я вполне способна сама о себе позаботиться а эти славные люди больше не под моей защитой видимо я опасна но я думаю ты и так это знал посмотри на меня какой ущерб может принести 15-летняя девочка я ведь всего лишь детя ее улыбка становится нервной и она смотрит вниз рука поднимается к шлему а большой палец скользит по линии подбородка она смотрит вверх и взгляд ее тверд перед тем как продолжить она внимательно разглядывает вас и так вершитель судеб в гуще войны Кайрос должно быть в отчаянии тебя послали приследить Эша и Нерата и заставить шевелиться Эш конечно же нужен кто-то кто будет его постоянно подстегивать хотя бы отвлечет от проблем она кривит губы от этой мысли но Нерат он как кошка играющая с огромной мышкой не так ли ой прости теперь моя очередь говорить я думал это время бреда сиин а что делать тебя экспертом в таких деликатных вопросах я за последние пять лет была посвящена в такое количество деликатных вопросов что тебе и не снилось за всю карьеру я неплохо разбираюсь в политических интригах она отмахивается в любом случае у нас есть дела поважнее есть кое что чем ты можешь мне помочь фуга корм глаза вы видите как фуга прижимает ладонь к ушам отворачиваясь от сирин рот сирин округляется и звук который изливается из него прекрасен и упоителен он приглашает приглушает лагерную суматоху в конечном счете вам начинает казаться что существует только ее голос сними мой шлем знание 40 рубин на ее лбу пылает сломой предупреждая от опасности ага смотрите если бы у нас не хватало знаний у нас было бы только три варианта к вашим услугам архонт сирин да госпожа сию секунду лучезарная то есть нас бы этот разговор нам бы очень дорого стоил знания 40 что ты пытаешься со мной сделать никакого эффекта серьезно как разочаровывать но попытка кататься стоила хотя усилия конечно были приложены неимоверные она вздыхает робко улыбается я надеялась что ты поможешь мне в одном деликатном деле но кажется ты для меня бесполезен ты мне больше не нужен возможно позже свободен вершитель она отмахивается от вас ты не настолько сильна как думаешь да я сказал свободен пока не понадобишься снова мне не нравится твое общество на этот раз ее голос меняется она визжит как несмазанное колесо вы чувствуете звук всем телом до кончиков пальцев ног и вам хочется поскорее выйти пока архонт не усилил свою пугающую песню лантри карос меня отдери это архонт песни воплоти лантри бросает на нее быстрый взгляд полные благоговения кто? это? мы давно знакомы верность увеличивается средней лантри можно просто сказать просто иди ее лучше не обижать а можно сказать приди в себя это? да мы с ней давно знакомы ты знаком с архонтом? я думаю путешествие с тобой будет познавательным это да вообще не зря мы в лагерь заглянули хоть посмотреть на характеристики свои хитаруми у нас 52 атлетика 48 знания 48 магия слабенькая ну не знаю раз уж в атлетику пошли знания 48 лантри знания 56 тоже хорошо барик у нас вообще баласка отстающий посеять раздор да мы этим займемся и ведь снастричу вернемся вернуться к целусу в лагере опальных это все здесь больше делать нечего судя по журналу снеглир дагас а ты кто? что-нибудь еще? а торговец посох певчих крови огненный урон кстати пока есть деньги что называется а он ничем не отличается от урон другим вот можно действить к управлению огнем а лед есть то есть у нас сейчас лантри под вообще он под лед заточен но дерется он сейчас дробящим уроном а можно ему огни влепить в этом свитке содержится магический ключ используемый в заклинаниях увеличивая характеристики урон цели кстати неплохо и недорого точное действие точное заклинание передача силы в этом свитке содержится магическое выражение используемое в заклинаниях для воздействия на цель перед заклинателем блин дорого с другой стороны мы можем и больше и не иметь шанса закупиться сапоги ученого не мы продали вроде нормальные она хорош с нашей стороны можем что-нибудь выкинуть бронзовый фалькс кстати неплохой какой-то еще был у нас мусор почему этот ас наряжен он Играет музыка. Маску пока оставим. Больно редкая. Все. Купили, что хотели. А, хотел посмотреть. Эти стертые шатры несут на себе в своих сатанных частях следы долгого использования. Ничего новенького у них не появилось. Какой же я невежа. Совсем забыл разрыдаться над солдатскими трупами, как какая-нибудь девчонка-неженка с севера. Певчик Рой бьет посохом землю, из-за чего его обгоревшее лицо кривится в жестокой ухмылке. Я не потерплю нотации из-за того, что мне не наплевать на бабьи сопли. Где этот? Он резко переводит на взгляд. Вершитель. Господин Вершитель. С ладотопальных жестом. Показывает. Просит вас подойти. Мы ждали тебя. Один из псов не рад, а взбесился. Но ему хотя бы хватило умоздаться, чтобы предстать перед судом. Я бы с удовольствием выбил ему зубы, но хочу сделать это с твоего позволения. Так что предлагаю тебе рассудить дело. Желчная язва, мы снова встретились, Вершитель. Он кланяется. Опальный обвиняет меня в нескольких убийствах. Я ни в чем не виновен, и мне нечего скрывать. Он улыбается от уха до уха. Правда, может лишь обелить меня так, что я с радостью предстану перед твоим судом. Убийство? Это серьезное обвинение. Расскажите мне все. Три недели назад мы были у восточного края долины. У нас было задание не дать гвардии Вендриенов сбежать, а под креплением прийти на помощь. С нами был желчная язва, алые фурии. Его голос стихает, чтобы сделать паузу, чтобы поддержать нас. Желчная язва продолжает. Мы наткнулись на разъезд гвардии Вендриенов, а второй был у нас за спиной. Решив, что они задают нас числом, гвардейцы бросились в атаку. Мы сомкнули ряды и приняли бой. Сватка получилась горячей. Когда-то преступники неплохо дрались, и в бою погибла дюжина призывников. И двое опальных. Ты упускаешь важные детали, певчий. Сальверос, обвиняющий, указывает пальцем на желчную язву. Как только враги нас заметили, ты начал чертить свои колдовские символы. Когда они наткнулись на нас на той поляне, в их глазах была паника. Но когда зазвучали заклинания, страх сменился жаждой крови. Какую разновидность магии ты использовал? О своем искусстве я разговариваю только в стенах гильдии. И не могу защищаться без слов. Певчий кровью откашливается и начинает говорить тщательно, подумывая слова. Я сотворил заклинания бешенства, направив его на врагов. Они могли двигаться быстрее нашего отряда. А если бы они сбежали, то наше задание было бы провалено. Поэтому я наполнил их сердца яростью, чтобы они остались и вступили в бой. Вот, гляди, он сам во всем признался. Это преступники в бою и с мешком соломы не справятся. А он дал им смелость, как у бешеной росомахи. Сальверс закрывает ладонью лицо. Это безумие, просто-напросто безумие. Фурии были расшарашены и не сдержали бы натиск. И тогда в бой бросились Девона и Цевеус, ловкач. Девона получила копьем в глаз. Не повезло. А на Цевеусе потом насчитали 19 ран. Сам Грэвин Эш не смог бы его спасти. Сальверс все правильно излагает. Я схожу с ним во мнении. Сальверс, хочешь ли ты что-либо добавить? А что тут добавлять? Он согласен со мной в описании случившегося, так что повторяться я не буду. Признай его виновным и дело с концом. Протянуть руку. Ты не забыл никаких других свидетельств, которые мне стоит рассмотреть? А, протянуть руку, он, блядь, пятьсот нам дал колец. Подойти в пользу суда, так? Взяв себя в руки, он свирепо глядит на вас, неохотно снимает шею, нитку медных колец кидает к вам. Да как так-то? Почему нельзя было в скобочках хоть понять? Я откуда знал, может, это жест какой-то церемониальный? По вине желчной язвы погибли отборные воины и владыки. Певчий кровью помог врагу, и каким бы ни были его намерения, за свое преступление он приговаривается к смерти. Обалдеть. Закон кариеса защищает магов от преследований. За неосторожность в битве случившаяся трагедия, но не преступление. Благосклонность увеличивается средней туном. Да и тить колотить. Ну ладно. Как называется? Ничего не понять, но не подать виду. Объявляем произошедшее гоночным инцидентом. Певчий кровь самодовольно улыбается. Поблагодарив вас с наклоном головы, он демонстрирует солдату опальных неприличный жест. Благосклонность увеличивается в средний алых пор, и гнев увеличивается в опальных. Еще денег с него заработали. А нечего раскидывать, куда попало. Это вообще, кстати, за взятку суда надо было ему еще руку вообще отрубить. А где там? Главные у вас. Алая фори замечает и осторожно отступает на шаг назад. Вершитель. Что тебе нужно? Поздороваться зашел. Проверить не забыл ли ты, насколько моя рука крепкая. Да. Ну ладно. Пятьсот колец. А я опять тут что-ли затеяли что-то? Извините, я не могу. Ну? Недоразумение. Лагерь опальных. Все. В следующий раз, я думаю, придется сначала к этим заглянем. Может, что-то сможем прокачать, пока деньги есть. И поговорить с Цевиусом. А, это Испар. Это эти пришли. Скаловерцы. Надо будет сдать им квест и затем уже идти в шатер. Ссорить архонтов. Мы теперь не просто так, мы теперь свой среди чужих. Да, вернуться к Цевиусу. Явиться навстречу архонтов и посеять между ними раздор. И в Лантре еще одну очку до сих пор не охвачены распределением. И с ними мы так и не поговорили. Но пока я с этими зато много поговорили. С командирами за последние две серии. С командирами всего и вся. Неудобно, конечно, с Альваресом не получалось, но бывает недоразумение. В общем, пока что идем хорошо. как бы узнать наши отношения с ними. Видимо, с фугой придется тут отдохнуть. Потому что она не выздоравливает у нас. Рано у нее. Да, ранение. А, это что? А, перекрасить может. Хотел узнать как она к нам относится. То есть от ее отношения. Но пока все в пределах. То есть барик на ноля съехал. А остальные вроде бы пока нормально. Не зря посетили лагерь опальных Алого хора. Неожиданно много интересного там накопали. На следующий раз тяжелый разговор и, видимо, еще более сложные интриги придется плести. А на сегодня все. Спасибо вам за внимание. Всем доброго, удачи и пока. Игра обалденная. Ее хоть на листике выписывай, какое сохранение, к какой ключевой точке относятся, чтобы потом можно было вернуться и переиграть. Просто интересно посмотреть, как бы все сложилось. Потому что по сути это можно было сторону желчную язву наказать, можно было просто указнить, грубо говоря. Это, кстати, было бы правильно с точки зрения муж теперь вообще третья сторона. Чем меньше у них командиров, тем нам лучше. еще и драться потом придется где-нибудь на поле боя. Об этом я не подумал. Ну, потому что мы еще только начинающий диверсант, агент влияния. Будем учитывать в следующий раз такие нюансы. Все. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok